Воспитанники детского сада «Светофорик» сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадкой для проведения испытаний стал спортивный зал дошкольного учреждения номер 54. За успехами детей наблюдала наша съемочная группа. С января 2024 года в Люберцах запущена программа «В школу с ГТО». Теперь воспитанники детских садов, которые достигли 6 лет, могут сдать нормативы и получить золотое, серебряный или бронзовый значок. Первая ступень – самая простая, но она имеет большое значение для формирования физической подготовки и здорового образа жизни. Во-первых, это очень важно. И почему первая ступень? Потому что в этом возрасте закладывается та база, те принципы, по которым будут жить наши жители городского округа Люберца. Они будут спортивными, быстрыми, активными. И этот знак дает им определенный этап. Судьи центра тестирования внимательно следят за техникой. Прежде чем они проводят разминку, объясняют, как правильно выполнять то или иное упражнение. И, соответственно, контролируют, чтобы дети заступа не было, польстарта и такие технические небольшие моменты. При подготовке к сдаче норматива в ГТО дети развивают гибкость, выносливость и координацию. Они проходят испытания согласно тем навыкам, которые получают на уроках физической культуры в детском саду. Сегодня у мальчиков и девочек шесть категорий – прыжки в длину, пресс, наклон и три вида бега. У каждого получается по-разному, но они все стремятся сдать на золотой значок. У меня был самый сложный прыжок в длину. А почему он для тебя был самый сложный? Потому что надо было очень далеко прыгать, а я так не могу очень далеко прыгать. Но я все равно буду учиться. Я был на прыжках в длину, на прессе и на наклоне. Мне нравится заниматься спортом. Я хочу золотой значок. В этом детском саду нормативы приняли у 70 детей. Свои награды они получат, когда пойдут в школу 1 сентября. Всего до конца мая ГТО сдадут более тысячи детей городского округа.